Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео мы обсудим первые обзоры Xbox Series X. В этом видео я расскажу об отличии с прошлым поколением, о новых возможностях, ну а также о минусах консоли, которые были замечены. Ну и к тому же выскажу свое мнение насчет всего этого, поэтому советую ролик смотреть до конца. Перед началом, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну и ловите подписку на онлайн кинотеатр Ока. Если что, ссылку на активацию я оставлю в описании. И давайте начнем. А начнем мы с того, что вчера зарубежные блогеры и не только опубликовали в сеть кучу роликов про Xbox Series X. Да, если что, майки начали рассылать свои консоли журналистам, дабы они ее оценили. И знаете, все остались довольны и хвалят Xbox Series X. Итак, что же там такого интересного, за что хвалит Xbox нового поколения? В первую очередь всем понравился дизайн, а именно его корпус. Простой, строгий, гармоничный и весьма компактный. Но самое главное для многих стала техническая часть, а именно шумность работы. И к ней претензий не было никаких. По словам тех, кто это уже опробовал, это самый тихий Xbox. Знаете, вспоминая свой опыт с Xbox One Fat, с Xbox One S, честно говоря, я даже не представляю, куда тише. Но в этой теме мне очень интересно, будут ли у нового Xbox моменты, в которых он будет очень сильно шуметь. Просто при запуске игр Xbox One бывает такое, что он начинает сам себя остужать, и при этом вентилятор начинает быстро работать, создавая этот шум. Вот интересно, будет ли такое в новом Xbox и появится ли такой дефект со временем. Что касаемо технических аспектов, многие заметили, что во многих играх улучшена производительность. В Destiny 2, Sea of Seas в эти игры стало значительно комфортнее играть, чем в предыдущем поколении. Много кто был восхищен, что GTA 4 по обратной совместимости идет в 60 FPS, и да, это здорово. Но, ребят, если адекватно, этой игре уже несколько лет, и делать акцент на том, что там 60 FPS, ну, как-то странно. Да, я понимаю, что каких-то новых игр сейчас нет, но чтобы прям восхищаться тому, что старая игра теперь идет в 60 FPS, ну, не знаю. Да, это, безусловно, классно, когда у тебя старая игра идет в лучшей производительности, но игра все-таки очень старая. Лично мне больше интересно в этом плане то, как будут выглядеть игры, оптимизированные под Xbox Series X, и будет ли в них нереальные отличия. Просто сейчас выходят игры, и многие из них получат улучшения под новые консоли. Тут мне хотелось бы как раз-таки увидеть разницу прям экран к экрану. А то мало ли вся эта оптимизация, сплошной маркетинг, а по факту картинка будет чуть светлее и чуть четче. Я надеюсь, что это будет не так, и думаю, что разница будет действительно заметна. Заметным нововведением и, наверное, фишкой новых консолей является фича быстрого переключения между играми. Если что, на Xbox Series X будет возможность переключаться между шестью играми, что довольно много. Это клево, но лично я не очень понимаю, зачем это. Переключать между собой шесть игр, при условии, что эта фича не будет работать в онлайн играх с обновлением, как по мне, это слишком дофига и немного бессмысленно. Если что, не все игры будут обладать данной функцией. Опять же, на мой взгляд, лучше вместо этого они вернули тот же снэп. Как по мне, от него, мне кажется, больше пользы было. Да, возможно, этой функции найдется какое-то более полезное применение и аргументация существования данной функции, но пока не знаю. Пока в этом я, наверное, не вижу обязательной надобности, как бы прикольно, но зачем? Если вы вдруг в восторге от этой функции, то напишите свое мнение о ней в комментариях. Интересно почитать, как вы будете ее использовать и для чего она вообще. Опять же, напоминаю, что она не будет работать в играх, где обновляются сервера. Также отличия коснулись использования геймпада. По отзывам, Отлик стал значительно выше. Про это говорят уже не первый раз и, опять же, не могу себе представить, куда выше, если у нынешних консолей и так вроде все хорошо. Ко всему этому, консоли нового поколения показывают свою скорость, а именно, насколько быстрее они могут прогрузить ту или иную игру. И знаете? Да. У Xbox Series X это сделать получается намного быстрее, чем у Xbox One X. Разница примерно где-то в 30-40 секунд. Если что, можете поставить эту таблицу на паузу и ознакомиться с ней. Когда я смотрел видеоматериал одного из зарубежных ютуберов, он прям ахал от того, насколько это быстро, мол, О май гад, сериасли, так быстро? Вау. Йо. Ты серьезный? Но есть и минусы, которые отметили вскользь. Первый минус касается доступности памяти. И если что, вместо 1 терабайта будет доступно 800 с чем-то. Прошу не удивляться, поскольку это нормальная практика для консолей. И даже в 8-м поколении, на поколении Xbox One, было то же самое. Из 500 гигабайт доступно, по-моему, всего лишь 300 с чем-то. Поэтому, опять же, не удивляйтесь. Кстати, о памяти вообще. Мне кажется, что в новом поколении разница в памяти будет небольшая. Суть в том, что 1 терабайт на Xbox Series X и 500 гигабайт на Xbox Series S будут немного сопоставимы в плане соотношения скачиваемого контента. Просто на Xbox Series X игр будут весить на 30-40% больше, поскольку туда будут скачиваться 4К текстуры. И мне кажется, что разница в 500 гигабайт будет уже не так значительна и будет сподвигать купить внешний SSD-шник. Лично я играю сразу не во много игр. Какие-то прохожу, удаляю и таким образом мне даже 500 гигабайт хватит. Скачал крупные 2-3 игры и вроде как нормально. Просто, опять же, у меня нормальная скорость интернета и в случае чего я просто удаляю и скачиваю. И еще, касаемо памяти. Дабы избежать покупки SSD-шника, на Xbox Series будет фича, которая позволит вам хранить новые игры на внешнем жестком диске и в случае чего перекидывать их обратно на SSD-шник. И тут также был замечен минус. К сожалению, я потерял данную табличку, но самый долгий процесс перекидывания, по-моему, в Assassin's Creed Odyssey составляет около 10 минут. И процесс идет именно с внутреннего SSD-шника на внешний жесткий диск. А если обратно, то будет чуть быстрее, если не ошибаюсь, то около 7 минут. На мой взгляд, это не так много и позволит реально сэкономить на покупке SSD-шника. Напомню, что он будет стоить на 1 терабайт почти 20 тысяч рублей. Да-да-да. Считайте, за такую стоимость проще, наверное, Xbox One S купить. Что могу сказать в целом. На мой взгляд, консоли немного отходят от первоначальной идеи и становятся больше, наверное, похожими на ПК. Поскольку все вот такие вот нововведения и преимущество Next Gen'а похожи на то, будто ты обновил видеокарту. Показатели в скорости выросли, а в целом вроде ничего и не изменилось. Я думаю, что вы будете согласны по этому поводу. Просто вспоминая консоли ранее, они как раз-таки вывозили больше играми, функциями, какими-то крутыми и креативными подходами в играх. Тут же больше цифры и показатели. Ну, видимо, в нынешнее время это более важно. Это ни в коем случае неплохо, поскольку нам предоставляет технологичное устройство в такой компактной форме, да еще и за офигенную цену. Но я бы, наверное, больше все-таки хотел что-то в плане функционала посмотреть. Опять же, после таких обзоров хочется уже самим все распаковать, посмотреть, пощупать и высказать свои настоящие эмоции, которые будут уже по факту. Поскольку через экран, на словах, через эмоции других сложно представить то, что они чувствуют в плане задержки, в плане скорости загрузки. В общем, интересно. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение. Если видос вам понравился, с вас лайк, подписка на канал и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok